Салют, друзья! С вами Интересный и я, Фикус, и это новая серия «Гигантский дом на дереве». Если ты не смотрел предыдущие видео, то мы нашли укромное мясечко в дремучем старом большом лесу и строим дом на дереве. Благодаря снегу мы теперь знаем, что здесь в ближайшие пару дней никто, кроме зверей, не ходил, потому что видно теперь следочки, вот там особенно их много. За этих три недели мы выстроили платформу, нашу основу, пол, выстроили стены, поставили окна, двери, вот такие обалденные ступеньки. Также сделали небольшую дровницу. И на этой неделе мы планируем наконец-то зашить стены, зашить потолок и подключить уже какое-нибудь отопление, потому что сегодня в лесу минус 18. Кстати, сейчас, когда выпал снег, можно разглядеть следы, кто тут шастал. Вот, вот тут ходило какое-то животное. Возможно, это была лиса, которая ела наше сало. Напишите в комментариях, как вы думаете, какие животные здесь могут быть. Эти собаки с котами дикие, они съедают бельчат, зайчат. Смотрите, чёрное перо. Может, тут кого-то опатрали и съели. Такие махонькие пёрышки, вот ещё их много. Вот по-любому какую-то птицу за это самое съели, да? Вот, даже возле нашего домика кто-то ходил, сколько следов. Они, наверное, вынюхивали сало, которое у нас оставалось под деревом. Очень хорошо, что есть снег, и мы видим следы. Потому что на этой неделе мы хотим сделать кормушку. Будем кормить сеном, будем соленицу сделаем специально, чтобы звери кушали. И заодно, потом, на следующей неделе поставим там камеру. Я камеру уже настроил и готов подключать. Просто сейчас минус 17, и аккумулятор сядет буквально за 2 часа. А вот на следующей неделе будет классная погода. Видите, ребята, вот следы, которые ведут прям в нору. То есть они живут здесь, реально. И вот, видите, во вторую нору тоже следы, но тут побольше. Вон кабан рыл, смотри. Где? А, ну это было где-то в субботу. Смотрите, мы нашли какие-то странные следы, у которых вот тут 2 лапы, тут 2 лапы, а здесь 1 лапа. И вот, вот, смотрите, одинарные. И вот, и они, главное, большие. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто это? Потому что я сначала подумал, что зайцы, но подумал, что зайцы вот так вот, 2 лапы задних. Там явно не может быть одна лапа. И одна нога, одна лапа, и животное никакого нет. Друзья, хочу вас познакомить со спонсором моего канала, мобильной стратегии Vikings War of Clans. Скачая игру, вы не только поможете развитию канала, но и сможете выиграть крутые призы от Apple. Для тех, кто еще не слышал о Викингах, это военно-экономическая стратегия с более чем 20 миллионами игроков. Что лично мне нравится в игре, это возможность общаться, вступать в кланы и помогать союзникам в трудный час. Край сейчас в игре проходит крутой ивент Holmgang, эпический поединок кланов. Не все же нам земли завоевывать, да замки отстраивать. Можно и между собой посоревноваться. Да, к тому же, в честь 23 февраля проходит невероятный конкурс. Чтобы получить возможность выиграть главные призы, надо достигнуть определенных уровней дворца до конца февраля. 15 уровень дворца iPad Pro 11, 25 уровень iPhone 12 Pro, 35 уровень MacBook Pro. Круто то, что в этот раз все, кто достигнет 35 уровня, получат подарок от разработчиков. Внимание, розыгрыш состоится 5 марта. Качайте Викинга по моим ссылкам в описании или используйте этот QR-код, чтобы скачать игру и участвуйте в розыгрыше. А мы продолжаем. В общем, друзья, пока там еще не зашито, а на улице минус 17 градусов, мы решили сделать какую-то комнату, чтобы греться. Мы возьмем сейчас приемку. Пункт обогрева. Да, обмотаем полностью все деревья и сделаем по эффекту, как мы делаем всегда, бани, походные бани. И есть уже буржуйка, и попытаемся нагреться. Интересно, какая будет температура, ребят? Я тороплюсь развести костер не только для того, чтобы согреться, но и для того, чтобы приготовить сегодняшний обед. А на обед у нас сегодня в меню сырный суп. Кстати, мы в прошлом видео сделали такую небольшую дровницу и не зря, видите, травишки не засыпало и сухие красивенькие лежат. Сейчас буду подкидывать. У меня уже почти разгорелось. А у меня уже, видите, почти уже одна сторона готова. Вот наша грелочка на сегодня, наша спасенница. Не знаю, почему, но здесь уже кажется немножко теплее, чем на улице. Наверное, из-за того, что ветра нет совершенно. Когда мы здесь натупим, будет... Я надену, она будет, наверное, не банька, но будет круто, да? Но все равно я буду костра варить, и будешь наверху доски клепать, поэтому греться нам будет некогда, по сути. Практически будем забивать. Хотя бы на обед сюда залезем. В общем, короче, я раскошелился, купил такую штуку, она нам пригодится в домике, для того, чтобы можно было проходить такие, знаете, вот клеенка сейчас, там дерево, вот, и можно будет перекрутить, и оно не будет касаться, и выдержало. Друзья, последние нюансы. В общем, я заклеил скотчем, посмотрите, здесь вот заклеил скотчем, и положил жесть, чтобы она клеенку нашу не плавила, потому что фикус боится. Все, сейчас ставлю трубу, и будем топить. Прикиньте, я в шоке, я сделал буквально за 15 минут все. Неужели будет теплаться там? А Дэм не будет идти нам в домик, прям в дверь? А мы дверь закроем. Так, друзья, сейчас что-то будет. Наконец-то я разжег нормальный костер, Серега уже там печки растопил, говорит, там уже очень тепло, но я как раз буду уже готовить обед, и веду подготовительные работы перед этим. Принес котелок, починил, протер, и сейчас буду чистить картофель. Традиционно мы притащили кучу досок, вот, мы уже просто реально задолбались покупать, мы уже на пилораме, у нас уже постоянные клиенты, и обшиваем. И почему-то сегодня еще дольше это все происходит, вот мы за полдня, я обшил, вот только вот этот кусок, но мы все равно зашьем буквально до завтра, но это сложно. Это сложно. Еще, кстати, потеряли наш уровень, представляете? Не можем нигде его найти, поэтому мы все делаем сегодня на глаз. Кстати, о потерях. Мы, оказывается, с прошлой недели забыли нашу треногу, на которой котелок вешать над костром, и она была под снегом, мы ее чудом нашли, а то мы обшарили полностью все, что можно было обшарить. Нет треноги. Но, к счастью, нашли, как видите, он уже супчик остывает. Кстати, окна наши открываются, но, чтобы их ветром не вот так вот не колотало ночью, мы их прикрутили саморезом, ну, как прикрутили, прихватили. И когда мы уже зашьем стены, то мы потом это открутим и сюда приделаем шпингалетик. Настоящий сырный суп на самом деле готовится из благородных, твердых и мягких сыров. Но в нашем случае будет бюджетный вариант из плавленого сырка. Кстати, это мой фирменный суп сырный. Смотри, как снежинки летят красиво. Это на Новый год как бы так было. В наш котелок я уже положил картофель, сверху посыпала рисом. Как правило, я варю этот суп с лапшой, но под рукой был рис, поэтому я решила варить с рисом. Поэтому насыпала рис, картошку и посолила. И жду, пока оно закипит. Когда вода немножко прогреется, мы туда добавим мясо, а уже под конец мы добавим туда болгарский перец, чесночок, специи и плавленый сыр. Сейчас посмотрим, где там наш тунеядец. Ого, у тебя тут тепло. Закро. Нормально пристроился. Тут есть градусник, посмотри, какая температура. Нет, здесь по-любому плюсовая температура. Тут так тепло. Работать кто будет? Пристроился тут возле печки. Сейчас пойдем работать. Иди работай. Я отдыхаю, потому что... Потому что отдыхаю. Я там на морозе, понимаешь ли, сырок нарезаю, а он тут отдыхает. По моему рецепту, я обычно добавляю грибы. Сушеные, либо свежие. Да, получается очень вкусно. Но в этом случае, сейчас в лесу грибов нет, поэтому мы добавили курочку, чтобы он был такой наваристый, сочный. Вот. А еще, рис добавит вязкости нашему супу, поэтому я немножко меньше воды, чем надо налил. Ребята, смотрите, типа... Фык. Прям баня. Знаете, в чем плюс такого мороза в лесу? Это то, что не нужен холодильник. Вот мы мясо половинку оставили, я его туда в загашничек поставил, и оно до завтра достает, завтра что-то еще сварганим. Если двери не сидят. Да не должны, хотя могут, птицы какие-то могут залезть, и мышь, наверное, может. Поворочило дровишки, нежданно-негаданно, оно все закипело, поэтому пока кипит, вкидываем сырочек, и помешиваем, до полного его растворения. Ребята, напишите в комментариях, зачем нам газета. Нет, не для розжига, и не используют как дощечку для нарезки. А вы знали, что у болгарского перца, в зависимости от цвета, немножко разные характеристики и наполнение витаминами. А еще, мы жили в Болгарии, и в Болгарии нет болгарского перца. Единственный раз, когда я видел болгарский перец там, он был и то завезен из Турции. О, ребят, смотрите, как наша коптильня коптит. Там реально жарко, как в бане уже. Ну, чуть меньше, конечно, потому что сейчас мороз. Ой, класс. А здесь, ребят, смотрите, так тепло, что листья, просто вся земля испаряется. Вот безумно удобно то, что на улице мороз, потому что для кухни это просто идеально. Все продукты просто замораживаются. Вот, мясо заморозилось, перчик заморозился, укроп дубовый, не надо ни сушить, ничего. Просто положил себе, завтра прошел, наломал, мерзлый, и все. И даем ему настояться минут 10 со специями и укропчиком. О, здесь действительно так тепло, смотри, даже пар изо рта не идет. Надо было градусник, посмотреть, какая здесь температура. Завтра отмел. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ты слушай. Иди доски шпандер, я тут буду теперь. Видя, тут все парит. Я суп сварил, теперь я буду греться, отдыхать, а ты иди работай. Вот просто диво дивное. Посреди леса сижу возле печки, греюсь. Ну, я, я всякое представлял, вот в эти вот морозы, как мы будем в лесу, но не думал, что будет настолько все тепло. А еще, если бы мы сделали площадь этого помещения поменьше и растопили больше, получилось бы баня, как мы делали раньше. По-моему, мы ее даже дважды делали. А еще в Таиланде делали, на солнечной панели. Ну, не суть. Вы спросите, зачем я держу помидор? Вот какой мороз на улице, чтобы вы понимали. На секундочку. Посмотрите, какое влажное дерево. Оно, видите, выкипает. Красиво как. Такая зима мне нравится. Особенно, если есть печка. Ах, какой супчик красивый. Я однажды его варил, когда меня Саша хайпает гостил. Он знаешь, говорит, ну ты Витя и повариха. О, какая прелесть. Сырный суп, прикольный. А пахнет я. Очень удобно. Дравишки закинул под стеночку, под пленку протащил и носить далеко не надо. Ребята, вы посмотрите, мы почти зашили домик. Ну, вернее, Серега зашил почти. Вон, еще верхние досочки получили осталось. И вроде бы как стены готовы. Потом нам останется еще заделать потолок и можно устанавливать бургуйку. А уже затем мы будем делать крышу. Кстати, ребята, мы уже привезли доски. Вот, привезли доски вот сюда на пол. Мы взяли чуть слабее, мы взяли 25-ку. Здесь была 30-ка, мы взяли 25-ку. Потому что на мансарде никто плясать не будет. Там будет только каких-то пару лежачих мест. Поэтому мы почитали нормально. И сегодня мы уже начнем зашивать наш пол. И уже, вообще, это сразу будет уютней. Представляешь? Это сразу уже будет как дом. Но мы вот так вот подумали, подумали, и очень хотим сделать в крыше на мансарде, в самой крыше, сделать окно, чтобы можно было любоваться кронами деревьев. Вот. Ну, еще мы не придумали, как это осуществить для всех деталей, но задумка такая. А ты работай, тунеядец. Полдня грелся. Работай, работай. Подогреваю водичку в казанке на этой штуке. И как раз завтра проверим, если она будет кипеть, то завтра, значит, можно будет варить тут. Я в интернете нашел забавный рецепт, не рецепт даже, а способ приготовления яиц в углях. Для этого размакиваем газету в воде и заворачиваем в несколько слоев наше яйцо. Очень интересный способ. Вот как раз и проверим, можно ли таким способом, даже не знаю, что они должны сделать, свариться или запечься яйца. Я предполагаю, что крайний слой он просохнет, начнет тлеть, а вода, которая в нижних слоях начнет просто закипать. И таким образом вот из этого пара, который будет в этой оболочке, оно должно вариться, я так думаю. Мы на всякий случай слегка их отжимаем, потому что если слишком много воды будут потухнут угли, в которых оно лежит, и оно может не приготовиться, я думаю. Хотя в наших у нас там угли хорошие, может и не потухнут. И теперь наши яйки-сподевайки, ставим в угли. Теперь сидим и наблюдаем за этим процессом. Кстати, уже видно, что газета высохла, но она не горит, потому что влага с нижних слоев поступает и тушит любые воспламенения. Вот, видите, вот это уже, вот видите, эта газета уже тлеет, но не возгорается. Итак, прошло 10 минут, и мы попробуем одно раскрыть и посмотреть, что из этого получилось. Оп. Смотри. Вот, вы посмотрите, она мокрая внутри. Ой, что-то мне подсказывает, что как-то оно будет сырое. Смотрите, новый метод подготовки яиц на Пасху. Ой, оно горячее. Можно распечатать на бумажке какую-то картинку и перебить таким методом. Так, напишите в комментариях, как вы думаете, оно сварилось или нет. Сейчас покажу лайфхак, по которому можно проверить, готово оно или нет. Сырое яйцо крутиться не будет. Это крутится, а значит, оно не сырое. Но не такое же оно и не сырое. Ой. Почти пошет. Белок сварился почти и желточек так вот подзатянулся. Вот на том бочке, на котором оно лежало, почти проварилось до середины. Ой, а это яйцо аж разлезлось. Так что, ребята, если вы любите яйцо всмятку, как Серега, держите в углях примерно минуты, 15. А если в крутую, как я, то минут 20-22. Это все зависит от слоя вашей газеты. Может быть, по-разному. Ага. О. Она чуть мягенькая внутри. Ага, горячо, горячо, горячо. Видите, мы уже расположились, на костер забили, потому что мы уже все приготовили, что хотели. И сейчас как раз времечко покушать. Вот пока я сушу носки. Кстати, для такого похода у нас специальная посуда. Кстати, в подобных лотках носят еду в Индии на вынос. Вот здесь у нас три яруса вот таких вот нержавеющих мисочек. сушу. Мы когда-нибудь съели сырный суп? Это такая вкуснятина, невероятная просто. Батюшки, вы только взгляните, какая у Фикуса производительность. Покушать наварил, лег, сварганил. Ты думаешь, мы влезем в такой? Я влезу, а ты, ну, тебе надо будет на хула-хуп там походить, на тренажеры всякие, а потом пролезешь. О, вот это он тяжелый, ты треешься? Ты просто хиленький, господи, дай сюда. Ой, ой, герой. Это, ребята, будет наша дверь на мансарду. Люк выполнен из сосновых древесных пород. Вот эта вот рамка будет ввинчиваться непосредственно в потолок. Эта дверца будет откидываться вверх, и непосредственно через нее мы будем выбираться наружу. Но мебель через такую не затянешь никакую. Доски я специально выбрал потолще, потяжелее, поскольку нам по этому люку возможно придется потом ходить, и чтобы, дабы не провалиться, чтобы оно выдержало, пришлось сделать из таких добротных досок. Кстати, я до этого всегда думал, что соль в лесу насыпают лосям, либо оленям, но как оказалось практически все лесные звери любят соль. Поэтому на следующей неделе мы будем делать для зверей кормушку, в которую будем закладывать там сено, солому, а еще будем делать так называемый солонец. То есть это такая солонка будет, откуда звери будут лизать соль. Но пока мы ее не сделали, мы решили насыпать соли на ближайшем пеньке, и местах, где вот очень много следов зверей, которые ходили, вот этих вот лап. Вот видите, сколько здесь следов. А он тут вообще крутился и вертелся возле этого бревна. А вот сюда ему и нацепим. А завтра посмотрим, приходили они сюда или нет. За всей этой работой початиться. Друзья, физическая работа. Видите, ребята, мы не всегда показываем наш труд, потому что он не такой интересный. Мы тупо пашем, пашем. Вот. Тем более, эта камера кашвайла очень мешает работать. Вот. Казалось бы, идешь, ты с камерой разговариваешь, легкая работенка. На самом деле, вот так натаскаешься досок, на стучище наприкручиваешься, потом приходишь, думаешь, просто с ног валишься, как с завода. Говорит, вот. Что же на пилой раме работаешь, ей-богу. А еще к ночи становится настолько холодно, у меня волосочки в носу попримерзали друг к другу, поэтому мы решили позакидывать белом доске наверх и сваливать домой немножко пораньше, а завтра пораньше приедем. Ух, ребята, вроде 25-ка нормальная, я боялся, что будет тонкая и будет сложно ходить, но, по идее, блин, блин, у нас сюда такой вид, я представляю, как будет, если мы сделаем еще выше конструкцию. В общем, работа идет, новый день, вот, и я думаю, сегодня мы уже по-любому все зашьем и подключим здесь буржуйку. Уже не будем дико там пользоваться, а именно здесь ее подключим. Знаете, ребята, хочется вот так вот покрутиться, показать вам все вокруг, а потом спустя несколько месяцев сделать такой же кадр, но когда домик будет готов, и посмотреть до и после. Вот, как все поменяется. Сейчас вот, в лютые морозы, зимой, мы вот это все возводим, строим, оно все такое безлаберное, где-то незаконченное, какое-то недоделанное, а потом уже когда потеплеет, все зазеленеет, и здесь будут просто хоромы, будет уютно, так красиво, тепло. А я тем временем устанавливаю рамку для люка, и кстати, ребята, викторина! Напишите в комментариях, откуда эта лестница. На самом деле, ее Серега забирал без меня, и даже я не смог вспомнить, откуда эта лестница. Может, у вас память фотографическая, и гораздо лучше, чем у меня. Кстати, вы можете обратить внимание на то, что люк мы немножко сдвинули к центру, и вы спросите, почему, если можно было это сделать в углу, потому что у нас крыша же идет по диагонали, и мы просто будем биться лбом в этот самый потолок, в крышу, поэтому мы ее сдвинули, а кровать, в принципе, я думаю, нормально станет и здесь, и может стать перпендикулярно вот где-то в том конце. Да и вообще, зачем на мансарде кровать, если скоро потеплеет, и сюда можно просто будет кинуть два матраса, зачем целую кровать? А кровать мы поставим внизу, у нас будет такой, в гостиной будет диван, сюда плазму повесим, вот там в углу, вот мне вот дико любопытно, что мы сделаем в углу, там мы сделаем кухонный уголок, как раз окошко есть, чтобы открыть, чтобы вытяжка была, точно, мы сделаем там кухню, там плиту поставим. А вы оцените, какие прекрасные виды, ну какой пейзаж вокруг, красотища невероятная, я не знаю, может это от того, что последних три года я зимовал в Таиланде, и я давно не видел снега, но я просто восторгаюсь с этим всем, вот когда первый снежок был такой миленький, протиненький, мельненький, а вот это вот, это вот красиво, вот это я люблю. Всё, давай быстрее будем зашивать, потому что я уже хочу поставить печку здесь, и греться непосредственно в домике, а не внизу вот там. Смотрите, как я себе соорудил сковородочку на буржуйке, и можно разогреть еду. Ребята, вы только посмотрите на эти все красоты, на эти пейзажи, ну, такая красотища, а я изначально ещё ворчал, думал, ворчал, такое холодриго будет, будет так холодно, бу-бу-бу, вот, а теперь мне жалко, что завтра будет плюс один, и вот это вот всё начнёт таять, и уже не будет вот этой вот всей сказочной атмосферы в лесу, вот. А ещё знаете что, у меня сегодня праздник, у меня сегодня день рождения, у меня юбилей, и знаете сколько? Я прожил четверть столетия, мне 25 лет сегодня, вот сколько всего было, сколько, чего только не было, я вот вообще диву даюсь от того, сколько всего я смог пережить за это время, вот. И знаете что, самым лучшим подарком для меня будет, конечно же, ваше внимание, будет статистика, ваш актив, и, конечно же, подписочка. Если ты сейчас возьмёшь, нажмёшь на кнопочку подписаться, то мир станет добрее, потому что на одного человека, в нём станет, счастливого человека, станет на одного больше, ну, то есть меня, вот. потому что, если я не буду счастливым, а буду несчастным, то я буду нести в мир зло и разруху. Вот из чего мы будем варить взварчик. Это сам сушил, яблочки с нашей дачи, малина, абрикосики, здесь ещё, это, смородина, и клубника. Видите, ребята, как у нас в домике стало темнее, потому что у нас появился потолок, Серёга уже заканчивает его делать, а я тем временем убираю снег, который нападал ночью, потому что, когда мы поставим сюда буржуйку, то он ещё оттает, и здесь будет лужа. Да и, в принципе, зачем нам снег в доме? Вот, так что я занимаюсь уборкой, марафечу всё, вот, и готовимся к финишу, к финалу, нет, полуфиналу. Финал будет, когда мы тут целый город построим. Вот. Это так, да это же старт, я бы сказал. Сейчас будем дегустировать взварчик. Так. Отведаем. боже, боже, я, 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 я вкуснее у звара, наверное, в жизни не пил. Ммм, это действительно, это безумно вкусно. ммм, ммм, мм, и вкус такой, вот даже, и сахаром угадал идеально. Бо, бо, это, я не могу слово подобрать, чтобы сказать, насколько это вкусно. Ммм, блин, он, он реально обалденный. Я обалдю, ну, серьезно, безумно вкусно. Смотрите, как замерзает дно миски. Ух ты, вот это так доминка. Все, фикусановая недвижимость, в живописном месте, свежий воздух, между прочим. Вот это масштабы, я понимаю. Ой, аж немножко боязно тут. Не, вообще тут все стабильно. А тут укреплено, вот эта вот часть? Да. Ух ты. Смотри, как раз вот тут у нас широкое место, вот здесь и можно сделать прозрачное окно. Да, там спать можно. Тут и головой даже можно. Прикольно, там уютней будет. Так, в следующем видео мы уже зашьем крышу. Чур, мансарда моя. И знаете, что надо уже делать? Можно провести сюда провод, сделать проводку, чтобы потом можно было этот кабель подключать нашему генератору, чтобы было освещение наверху. Как вовремя мы все сделали, потому что на следующей неделе к нам приедет Серега Трейсер в гости. И как разе мы уже будут что-то показать. И мы сюда еще печку вот принесли, будем устанавливать, но допить уже будем опять-таки на следующей неделе. И будем уже здесь сидеть и греться. Я надеюсь, здесь будет гораздо теплее, чем внизу, в нашей временной постройке, из пленки, где мы, в нашем пункте обогрева. И когда мы сидим, потому что реально, это же стены прогреются, они тоже должны тепло как-то задерживать. Конечно, разумеется, здесь есть такие зазоры, щелочки разные, доска кривая пошла. Но, как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Мы и так сделали очень многое, мы выстроили целый дом. Ну вы реально посмотрите, насколько он большой. Он реально большой. У нас стандартные домики, где-то примерно 2 на 2. А в этом случае, сколько здесь? Квадратов 15. На следующей неделе, мы уже будем топить, и готовы к приезду Сереги. Вместе с ним, мы закончим крышу, и можно сказать, основной дом на дереве готов. Не хватает моря мелочей, и хотим от вас в комментариях услышать, чего же не хватает в нашем доме. Поддержите проект лайком, если хотите продолжения. Подписывайтесь на канал, потому что в этом году, вас ждут мега крутые проекты. Жми колокольчик, чтобы первым посмотреть новые выпуски. В следующую субботу, в 13.00, жди новый ролик. С вами был Фикус и Интересный. Всем пока.